Кота легко описывать. Вот он у вас пригрелся, бежит, в общем, почти без всякой пластики. Но есть запретные слова, нельзя говорить, мы видим, потому что люди незрячие, они не знают. О, интересно. Есть специальные слова, есть. Есть запретные вещи, которые мы не должны незрячего человека в состоянии фрустрации погружать, потому что мы тут, делая тихо-комментарии для спектакля Пушкин, одна из актрис, которая делает там свой кусочек, она написала фразу такую расхожую. «Пушкин выпустил пар». Я говорю, представьте слепого человека. Как он должен себе это представить? То есть некое образное выражение, они порой не адаптированы для них. Словами. Они уже адаптируют, потому что для нас, допустим, понятно, мы понимаем, о чем речь, а для них это, может быть, в буквальном смысле. Или вот загорелся абажур, и нам педагог говорит, «Ваньшин, он же слепой, и он говорит, а что, пожар?» «Загорелся абажур.» «Вы говорите, загорелся?» «Очень интересно. Да, включился, засветился». «Им, допустим, цилиндр». «Что такое цилиндр?» «Некоторые никогда не видели, не знают. Крылатка». «Мы говорим про головной убор или про математический убор?» «И про крылатку, к примеру, в пушкинских времен». «Вот действительно, что требует специальной подготовки. В противном случае, людям будет непонятно». «Неполиткорректно, но без злого умысла». «Иронично, но без сарказма». «Пристрастно, но по-честному». «Правда 24» и «Евгений Додолев». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».